Всем привет, ребят! Сегодня посмотрим, как работает игра CodeVayne на Xbox Series S. Посмотрим на скорость загрузки, посмотрим на графику, посмотрим, какой здесь у нас FPS. Ну и, конечно же, на управление от геймпада весит игра 32,3 гигабайта. Давайте запустим, ну и посмотрим, насколько быстро загрузится у нас данная игра. CodeVayne работает у нас при разрешении Full HD 1080p и 60 FPS. Данная игра выходила еще на предыдущее поколение, поэтому здесь никаких улучшений под новую версию не было. Никаких под новое поколение, абсолютно нет никакой оптимизации. То есть, все равно 60 FPS, Full HD довольно-таки неплохо. Могло быть гораздо хуже, могло быть и 30 FPS, и 900p, и даже 720p. Довольно-таки хорошо. Да, отзывы, кстати, у игры довольно-таки неплохие. Я почитал именно не спойлерские, а просто-напросто именно отзывы о самой игре. В основном все ее хвалят. Да, и на Metacritic тоже неплохо так-то у нее отзывы. Нажмите любую кнопку. Довольно-таки быстро игра загрузилась, да. Окей. Так, ставим не в сети, чтобы не в сети играть. Ну, вы поняли, то есть можно здесь онлайн играть. Также заходим в настройки. Я сейчас вам по настройкам пробегусь. Настройки игры здесь все стоит автоматически. То есть, я ничего не трогал абсолютно. Настройки управления также все стоит на стандарте. Так, задать, отменить и вернуться, да. Настройки камеры также все стоит по стандарту. Ничего абсолютно не трогал. Настройки яркости я выставил на 72, чтобы немножечко поярче было. Настройки звука также под себя подстроил. Ну и, понятно, настройки сети там уже сами будете настраивать. Ну и что самое интересное, игра на русском языке за исключением озвучки. Озвучка либо выбирайте английский, либо выбирайте японский. Так что как-то странно все с этим. Продолжите. Да, Full HD, не забывайте, ребят, 60 FPS. Потеря памяти. Потеря памяти может произойти при воскрешении Бор Паразитом. Да, это игра в жанре экшен-рпг. То есть такая, знаете, смесь. Сейчас это популярно, модно, поэтому много таких игр на самом-то деле есть. Игра доступна по подписке Xbox Game Pass Ultimate. Можете скачать, у кого есть данная подписочка. Также вроде как она доступна также и на ПК. Если я не ошибаюсь. Да, она доступна на ПК, так же как и на Xbox. Отлично. 60 FPS. Сразу скажу, здесь они настолько плавные, настолько отзывчивые. Ну прям очень-очень приятно играть. То есть насчет какого-то мыльца или лесенок здесь, ну, не замечаешь на самом-то деле. То есть довольно-таки все хорошо выполнено. Так, мертвые, потерянные, никогда не видел такого раньше. Я говорю мертвые, но на самом деле они не мертвые, просто спят, а потом превращаются в монстров. Мне так говорили. Подобрать. То есть вот видите, такие монстры у нас. Да, боевка здесь интересно выполнена. То есть, ну, как, знаете, игра в стиле таком аниме. Полу-аниме, полу-такое, знаете, что-то с чем-то связанное. Ну, то есть такой своеобразный тоже стиль игры. Так, давайте попробуем пробежаться. РТ, это получается у нас способность. Слабая атака, мощная атака на бою у нас получается. Тоже чищение какое-то. И на Y у нас, опять же так, он грызет кого-то. Давайте потом меня убить. Так, противник. Вообще игра связана с тем, что якобы какие-то произошла какая-то катастрофа. Если я тоже правильно, опять же, понял. У нас есть вот такие вот люди, которые кровью питаются. Ну, монстр, да, есть мы, которые за память. То есть у нас очищается память. То есть мы теряем там, что-то забываем. И в итоге мы за это получаем, в общем, силу. Как-то так. Так, то есть сюжетку, как таковую, я не изучал. Просто-напросто азы игры. Использование и улучшение регенерации. Закрыть. Ага, выбрать предмет. Так, это получается концентратор. Ирха, регенерация, взять. Отрегенились и пошли дальше. Отлично. Отзывчивое управление прямо ментальное. Задержки управления, как таковое, вообще не чувствуется. Ну, не знаю, мне кажется, многим зайдет данная игра. Но, опять же, если вам нравится стиль аниме, если вам нравится RPG, вам нравится экшн игры, то я думаю, вам и зайдет. Ну, по поводу огня даже в новых играх бывало и похуже. По поводу графики, кстати, довольно-таки неплохо вообще игра сама по себе смотрится. Секира, чтобы выжить, нужно использовать все, что есть. Снаряжение и его ограничения. Переключить. Да, теперь Секира. Ты посмотри, какая Секира. Это просто-напросто кусок бетона на арматуре. Ты посмотри. Представляешь, я сейчас по кому-нибудь таким ударю. Ну, давай попробуем. Почему бы нет? Я просто хочу посмотреть, как это будет выглядеть. На самом деле, это так смешно. Таким огромным просто куском. Ты посмотри, просто. Бетоном бьешь. Как он до сих пор стоит? Он бы с одного удара уже упал. Так, подобрать. Управление достаточно такое, знаете, приятное в том плане, что оно несложное. То есть, все понятно. На Х обычный удар, на У сильнее удар. ЛТ нажимаете. У вас переключается между режимами. Также можете менять режимы боя. Ну, в общем, интересно. Интересно. Сосредоточение. Шкала сосредоточения заполняется при получении урона. РБ плюс Игрик. РБ плюс Игрик. О, класс. Подбрасывающая атака. Давай попробуем подбросить. Давай попробуем подбросить. Да. Только не получается, потому что... Как раз таки с щитом. Получается, надо... Щит сначала давайте сломаем. Да. Или даже не получится щит сломать. Он так умрет у нас. Практически. Вы освоили дар Адреналин. Вы освоили дар Тройное. Что-то там я не успел даже прочитать, насколько быстро. Открыть. Да, может быть новое оружие. Потерянный штык. У нас два оружия. А как переключить получается у нас на... Окровавленный кол. Игла единства. Окровавленный кол. Увернутся камели, которые выдыхали в последний раз. Нет. Не будем. Жалко, что нельзя поменять оружие. Труба. Молот. Коготь убийцы. А можно вместо... Вот. Потерянный штык. Давайте-ка его попробуем. Посмотрим, что это у нас. Вот оно. То есть такой, знаете, легкий штыковой какой-то... Что-то, например, клинка, наверное, меча. Что-то типа того. Что-то среднее даже. Потерянный палаш. Что же, видите, даже с противников выпадает также лут. Ну и понятно, это RPG. Какая-то винтовка, ты посмотри. Давайте попробуем. Может быть, с нее нет. С нее, кстати, к сожалению, нельзя стрелять. Но это прям реально винтовка. Ты посмотри. Жалко, что стрелять нельзя. Ладно. Идем дальше. Открыть. Красиво. Да. Ну вот мыло прям вот незаметно. Ну и если, конечно, вглядываться, то ты мыло увидишь. Опять же. Потому что игра, это еще по обратной совместимости работает. Еще с предыдущего поколения она выходила. На предыдущем поколении. Поэтому, я думал, все с этим связано. Так. А давай попробуем что-нибудь сделать. А давай попробуем подкинуть. А, ты посмотри. Я стрелял как раз таки. Все. То есть стрелять можно. Стой. Так больно, блин. А как я стрелял? Подожди. Это слизь. Был, получается, здоровяком каким-то обычным. Человекоподобным стал слизнем. Так. А как я стрелял? Мне интересно. А как я стрелял? Хеллспойнта потратил. Так. Взять. Ты еще можешь оставить здоровье? Да. Так. Еще раз остановить. Хочешь идти дальше? По-моему, лучше вернуться домой. Как я сделал выстрел? Я не понимаю. Как-то я выстрелил. А, вот. Это на Y стрелять. Класс. То есть как раз таки это оружие. Все правильно. Оно же должно стрелять. Все честно. Так. Тут тоже полутаться можно, видите? Ну, отлично. Можно сдалека поставить. Не зря я это оружие. То есть и бить им можно, и стрелять на дальней дистанции. Ну, как на дальней. Она не сильно-то и далеко вы будете стрелять. Почему-то выстрел не произошло. То есть патронов нет, что ли? Странно. Так. Подберем. Активатор MG018. Так. Куда нам дальше? По лестнице? Конечно. Удерживайте РБ, чтобы быстро лезть вверх. Б отпустить. Картография. Когда вы избавитесь от миазмов, то сможете сделать карту местности. Так. Чистить увидевшую амелу. Да. Это получается что-то точки сохранения, чекпоинта, и к которому можно возвращаться. Так. Что здесь у нас? Вроде как стреляет, да? А вроде и нет. Обучение данные об управлении и подсказке. Последним можно в любой момент присесть. Отлично. Куда иду? Непонятно. Может быть... Нет. Мне все-таки в ту сторону идти как раз таки. Да. Ящик разрушаешь, ничего нет в них. Тоже, посмотрите, физика неплохая разрушаемость. То есть коробка разрушилась. Ты можешь по ней походить, потоптать ее туда-сюда перемещать. Так, сундук открыть. Конечно же, может быть оружие новое. Синие псы. Это получается эффект кровоохвалы. Мощность здоровья. Так, можно это тоже поменять. Закрыть. Давайте, наверное, поменяем. То есть плюс, что-то минус. Видите, физический урон минус, ловкость плюс, блокировка минус, там плюс, минус. В общем, характеристики то меньше, то больше. Так, это понятно. Понятно. Ну и все, вот. Так, по поводу... Здесь у нас что есть? Вот это оружие поставлено. Потерянный палаш. Ну, он такой себе. Хотя физический урон намного больше. Давайте-ка его возьмем. Палаш. Переключим. Вот он. Посмотри, какой красивый. Открыть. Открыть. Так. Неплохо, слушай. Вот, Амила. Вот как раз-таки куда мы и пришли. То есть мы сделали круг. Да. Ну что, ребят, как-то вот так вот работает игра Coldway на Xbox Series S. При разрешении Full HD и 60 FPS. Довольно-таки быстро загружается сама игра. То есть загрузки моментальные. Нет также задержки в управлении абсолютно никакой. 60 стабильнейших FPS. Также при разрешении Full HD. Мыло не заметил. Лесина, как таковых, тоже нет. Как-то вот так работает игра Coldway на Xbox Series S. И если тебе понравилось данное видео, ты можешь подписаться на канал, оставить свой лайк. Ну и, конечно же, написать комментарий, что ты думаешь о данной игре и Xbox Series S. Также ты можешь подписаться на группу ВКонтакте, присоединиться к Дискорд-серву, подписаться на мой Инстаграм. Также ты можешь стать моим спонсором. Все ссылочки будут в описании. До скорой встречи, ребят. Пока. И уже совсем скоро увидимся.